Всем привет! Это Хедлайнер, обзор самых интересных и актуальных событий. Коротко о главном. Мир не без добрых людей. Благотворительная акция в помощь пенсионерам. Певица Юлия Савичева почтила память Батырхана Шукенова и других великих артистов. Известный каскадер Алекс Чанг прилетел в Алматы. Мир не без добрых людей. Благотворительная акция в помощь пенсионерам тому доказательство. С октября 2015 года два алматинских предпринимателя ежедневно оказывают помощь пожилым людям и малоимущим семьям города. В южной столице на пересечении улиц Джандосова и Айманово стоит небольшой киоск, возле которого всегда многолюдно. Каждый день в одно и то же время здесь образуется очередь за бесплатными обедами. Как правило, из 50-60 человек. Едим все. Ну вот я же две попросила, батечки. Вот один. Ну сейчас ем, ну вечером. А завтра там же что-то остается от пенсии. Лекарства купишь, что-то остается от пенсии. Все вкусно. Я вот три дня хожу, я очень рада. Спасибо всем. Спасибо всем. По словам предпринимателей, на сегодняшний день это пока единственное в городе место, где они оказывают помощь нуждающимся. В будущем планируется открыть еще несколько подобных точек по городу. И тогда помощь получит большее количество людей. За бесплатными обедами смогут приходить не только пенсионеры, но и те, кто в силу определенных обстоятельств лишился работы, остался без кормильца семьи и даже студенты. Мы эту акцию рассчитываем делать долгосрочно. В будущем в проекте у нас еще открытие столовой, но это только проект пока. Пока будут точки раздачи по городу. Общественный фонд совета ветеранов предоставил нам отдельный счет. Подобные акции это безусловно доброе и важное дело. Но, как говорят сами организаторы, будет лучше, если кризис закончится, экономические показатели начнут улучшаться, число нуждающихся значительно уменьшится и необходимость в подобных благотворительных обедах исчезнет. Клара Абдрахманова, хедлайнер. Как оказалось, новые технологии это не только прогресс и комфорт. К сожалению, это еще и новые способы обманывать людей. О самых любопытных из них в нашем сюжете. Там, где собирают деньги, обязательно появляются мошенники. Так, например, на краудфандинговом сайте разработчики лазерной бритвы обещали, что с ее помощью можно будет срезать волосы любой толщины без использования лезвия и пены. Но на самом деле лазер такой мощности разместить в столь компактном устройстве физически невозможно. В результате желающие побриться успели подарить мошенникам 4 миллиона американских долларов. С каждым днем, рассчитываясь за те или иные услуги, мы все чаще используем банковские карты. В связи с этим некоторые из нас становятся жертвами так называемых карточных мошенников. Из новых способов хищения можно отметить операцию под названием eavesdropping. Это когда считывающее устройство устанавливает картридеру банкомата, и мошенники перехватывают данные непосредственно с магнитной ленты. Ну а в наших краях не так давно по WhatsApp была распространена аудиозапись, на которой женский голос сообщает о 39 летальных исходах от птичьего и свиного гриппа. Особенно примечателен комментарий, гласящий, что в последующие три недели информации об этом нигде не будет, но она имеет место быть. Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин уже опроверг это сообщение. Как оказалось, фальшивка родом из России, где прокуратура уже ищет тех, кто попытался навести панику. Самой безобидной ложью, пожалуй, можно назвать картинки и статей в интернете, которую мы так любим репостить и обмениваться ими при переписке. Это цитаты, которые великие люди никогда не произносили, смонтированные фото, искаженные факты и завышенные цифры. И недаром страничка «Ложь» паблика ВКонтакте была внесена Роскомнадзором в реестр СМИ, в группе, где опровергают ложную информацию на сегодняшний день 424 609 подписчиков. Жанья Шарибжанова, хедлайнер. Сегодня 27 января 2016 года. Этот день, безусловно, останется в истории. Кстати, об истории. Предлагаю открыть календарь и вспомнить некоторые значимые события, которые происходили в этот день в те или иные годы. 27 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открывает Антарктиду. Ровно 136 лет назад Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Подбирая материал для нити, выступающий телом накала, Эдисон провел около полутора тысяч испытаний различных материалов, а затем еще около шести тысяч опытов по карбонизации различных растений. Что ж, очевидно, это того стоило. В 1926 году, 27 января, в Лондоне шотландский изобретатель Джон Берт впервые демонстрирует широкой публике телевизор, основанный на механической системе передачи изображения. 27 января запомнился и другими событиями. Так, в 1948 году в продажу поступили первые магнитофоны, созданные компанией WEA, Recording Corporation of America. Их цена составляла 149,5 долларов. 27 января 1979 года родилась Розамунда Пайк, которая в прошлом году получила Оскар за главную роль в нашумевшем фильме «Исчезнувшая». 24 года назад на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате был выплавлен первый казахстанский слиток золота высшей пробы весом в 10,5 килограммов. В 2012 году, 27 января, столица Казахстана выбрана местом проведения международной специализированной выставки Экспо-2017, темой столь престижного мероприятия стала «Энергия будущего». Певица Юлия Савичева решила почтить память Батырхана Шукенова и других великих артистов в своей новой видеоработе. Тем временем у Джонни Деппа появился повод бросить курить, а в Шамкенте уже готовы приступить к съемкам французского кино с участием самого Пьера Вишара. Все подробности прямо сейчас. Американский актер Эйб Вигода известный по роли в знаменитой криминальной драме «Крестный отец» скончался в США на 95-м году жизни. В последние годы он жил у дочери, которая заявляет, что отец никогда не болел. Зрители полюбили этого актера за его яркую внешность и характерные роли. Он никогда не был скучным и мог из любой небольшой роли второго плана сделать маленький шедевр. Известно, что Эйб ко всему подходил с юмором. Даже к тому, что дважды журнал People ошибочно опубликовал некролог о смерти выдающегося актера. Юлия Савичева почтила память известных артистов, которых уже нет живых. Новая видеоработа певицы на песню «Мой путь» состоит из нарезок выступлений таких великих людей, как Батырхан Шукенов, Жанна Фриске, Муслим Магомаев, Юрий Никулин, Владимир Высоцкий, Майя Плесецкая, Людмила Гурченко и других. В песне поется о мимолетности жизни и быстротечном развитии творческого пути самой Савичевой. Американские таблоиды во всеуслышание кричат о зарождении новой жизни. Одна из красивейших пар планеты Джонни Депп и Эмбер Хёрд, кажется, ждет ребенка. Папарацци заметили, что поведение актера в последнее время резко изменилось. Эмбер не употребляет алкогольные напитки, а самый заядлый голливудский курильщик резко отказался от пагубной привычки. Сама парочка относится к этому событию как к чему-то личному и поэтому никак не афиширует эту новость, хотя Джонни уже давно заявлял, что готов стать в третий раз отцом. А вот для казахстанских актрис особенно комедийного плана припасена радостная новость, ведь французский режиссер Оливье Делое готовится к съемкам своей новой картины в Казахстане. Главными героями новой романтической комедии станут великий Пьер Ришард и пока еще не выбранная актриса из Казахстана. Надеемся узнать ее имя в ближайшем будущем, впрочем, как и название, а также дату выхода ленты. Но уже заявлено, что съемки фильма будут проходить в Шимкенте. Нелли Иргалиева, хедлайнер. Каскадерская группа «Намат» пригласила в Алматы канадского коллегу Алекса Чанга. Вы не поверите, именно его трюки запечатлены в знаменитом фильме «Люди Икс». Наши трюкачи познакомились с ним на съемках сериала «Марка Пола». Они поведали ему много интересного о Казахстане. И буквально на днях Алекс прилетел к нам. Захватывающие сцены в таких фильмах, как «Кочевник», «Жалжирек», «Монгол», снятый с участием казахстанских каскадеров из группы «Намат». А в 2014 году наши ребята снялись в знаменитом сериале «Марка Пола». Сейчас они готовятся к съемкам третьего сезона драмы о венецианском путешественнике. Если боги все время смотрят, мы должны устроить хорошее представление. Ну а сейчас у казахстанских трюкачей гостит Алекс Чанк, с которым они успели не только обменяться опытом, но и крепко подружиться. В нашей работе никогда ты не будешь совершенен до конца. Мы работаем с иностранными, они что-то смотрят на нас, мы их обучаем. Верховые езды, какие-то трюки они смотрят. С Алексом работали на втором сезоне «Марка Пола». С первого в Венгрии, потом в Словакии, потом в Малайзии. Я каскадер уже 19 лет. Занимаюсь этим с детства, с 11 лет. Мне повезло принимать участие в съемках таких крупных проектов, как «Фантастическая четверка», «Люди Икс». С ребятами из «Номат» мы подружились на съемках второго сезона сериала «Марка Пола». Хочу сказать, что здесь у вас холоднее, чем в моем родном Ванкувере. Еще меня удивляет местная манера вождения. Но у вас прекрасная кухня и красивые горы. В детстве многие мальчики хотят владеть такими же искусными и зрелищными приемами. Однако, по словам руководителя группы «Номат» Жайдарбека Кунгужинова, из 20 желающих настоящим каскадерам становится лишь один. Человек должен этим жить. То есть приходят люди ради славы, приходят люди ради денег, приходят ради интереса. Риск здоровья, риск жизни. То есть это очень сложно. Надо тренироваться там 6 дней в неделю. Большей части мы на работе. Даже семьи видим. Очень мало, потому что бывает. Вот, например, на «Марка Пола» уехали на полгода. С утра у нас тренировки с лошадьми. Отрабатываем трюки, чтобы лошади тоже подготовить к съемкам, ко всяким. Потом, после, у нас идет фехтование. Отрабатываем, нарабатываем свои движения, навыки улучшаем. И после у нас идет тренировка в спортзале, и мы занимаемся боевыми искусствами. Но, несмотря на сложности профессии, у каждого из них есть трюк мечты, который им еще не довелось исполнить, но очень хотелось бы. Я хочу, ну, с большой высоты упасть в воду. Есть такое желание, потому что под водой работал, на воде работал. Трюков много, но хотелось бы сделать хорошую подсечку. Это моя каскадерская мечта. Хотелось бы повторить что-то, вот, если вы, может, видели в «Форсаже», да, фильм, делают. Они на машине двое летят с обрыва, вылетают и прыгают одновременно. Мне интересны все испытания, связанные со сложным вождением автомобиля и огнем. Не секрет, что намадцы востребованы не только в Казахстане, но и в самом Голливуде. И у парней, как выяснилось, много планов. Мы отработали российскую кинокартину «Викинг», которая выйдет в следующем году, в феврале. Вот. Отработали в Иордане, отработали в Турции, отработали вот в Малайзии, в Венгрии. Сейчас мы готовимся на российский проект «Коловрат», один из таких больших исторических проектов. Готовимся на турецкую полнометражную картину «Дерлеш». И мы хотим, чтобы они снимали в Казахстане, потому что очень важно, чтобы люди кино снимали у нас, иностранные фильмы. Женя Шеребжанова, Илья Иванько, хедлайнер. Ливерпуль проиграл Стоксити, а на чемпионате молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» из Астаны обыграли «Мамонтов» Югры из Ханты-Мансийска. Об этом и других спортивных событиях расскажет Женя Шеребжанова. Маленький фанат Месси, которого искал сам футболист, чтобы подарить свою настоящую футболку, оказался родом из Афганистана, а не Ирака. Напомним, импровизированная майка из полиэтиленового пакета на малыше растрогала интернет-пользователей. Отец мальчика объяснил, что у него, к сожалению, нет денег на оригинальную форму. Ливерпуль проиграл Стоксити со счетом 0-1, но вышел в финал Кубка английской лиги за счет победы в серии пенальти со счетом 6-5. В основное время единственный гол забил австрийский форвард Марко Арнаутович. В серии пенальти отличился Джо Аллен, который решил исход матча. 28 февраля на стадионе Уэмпли в Лондоне Ливерпуль сыграет с победителем полуфинального матча Манчестер-Сити-Эвертон, который определится сегодня. На чемпионате молодежной хоккейной лиги снежные барсы из Астаны обыграли мамонтов Югры из Ханты-Мансиско. Это уже их восьмая победа. Шайбу забили Кирилл Балдин, Дмитрий Макеев и Максим Пушкарский. 28 января команды вновь встретятся на льду в рамках того же состязания. До 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро осталось чуть больше шести месяцев. И уже сейчас многие издания мира определяют списки медалистов из разных стран. Так, по прогнозам одного из зарубежных спортивно-аналитических порталов, золото Казахстану могут добыть боксеры Данияр Елиусинов, Женебек Алимханулы и Биржан Жакыбов. Среди тяжелоатлетов за чемпионский титул способны побороться лишь Владимир Седов и Зальфия Чиншанло. А вот всеобщий любимец Илья Ильин, скорее всего, завоюет серебро. Что ж, до Олимпиады остался 191 день. И у наших спортсменов есть время подготовиться, чтобы развеять все прогнозы. Женя Шеребжанова, Хедлайнер. Время нашей программы подошло к концу. Смотрите Хедлайнер каждый день и не забывайте подписываться на наш аккаунт в Инстаграм собачкахиттв.кз. Все это время с вами была я, Селя Касова. Увидимся уже завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!